Всем привет, с вами Игорь и сегодня у нас конец месяца, конец декабря, а даже какой конец декабря, уже первое число января следующего года, да? Вот и сегодня мы посмотрим, что у меня на ваттметрах произвела моя альтернатива, тепловой насос, солнечные панели, вот такая вот погода, хочу вам показать, видите, практически весь декабрь, солнце было только три дня, три дня во всем декабре было солнце, поэтому солнечная альтернатива практически и не работала, можно сказать, что за все отдувался сам тепловой насос. Так, идем смотреть на ваттметры. Итак, вот я уже возле своей щитовой ваттметров, это у меня вот метр отвечает за тепловой насос, а вот эти два, за солнечные два поля одинаковые. Так, смотрим, что тут у нас за месяц. Ага, ну вот, где эти киловатт-часы? А, вот они, 228 киловатт-часов. Я считал, вот, в прошлом видео 220 киловатт-часов, ну, 228, ну, сейчас уже первое число под вечер. Вот, получается, вот так вот оно, ну, примерно угадал. 228 киловатт-часов, ну, 220. Сейчас мы его обнулим. Это у меня за декабрь месяц съел столько тепловой насос. Так, как оно там обнуляется? Все, у нас по нулях. Будем смотреть, сколько тепловой насосик, вот, напряжение сейчас в сети потребит за январь уже 22 года. Так, теперь смотрим, что выработало у меня поле на крыше за декабрь месяц. Ну, солнцем, как я уже сказал, совсем плачевно в декабрь месяц. Вот, 37 киловатт-часов сделало поле на крыше. Ну, вот это поле, оно, правда, немного больше сделало. Вот этот вот метр у меня не работал один день. По-моему, выключили электроэнергию, вроде так. О, и тут у него сбилось показания. Ну, то есть, не киловатт-часы сбились, а просто он перестал показывать напряжение, ток, ну, и, соответственно, считать. Он просто работал как проводник, но не регистрировал эту энергию. То есть, нагрузка работала, а регистрации не было. Я потом это заметил вечером. Вот, и чтобы опять, ну, настройки все, как бы, перезагрузить, его надо просто отключить от него все питание. Вот это вот питание, 12 вольт, это, как бы, автономное питание. Плюс сами панели тоже вот эти вот надо отключать, потому что он и от них подпитывается. Вот, если его полностью обесточить, он, как бы, перезагружается и опять начинает работать правильно. Вот такой вот глюк у этого, вот метра бывает. Так, а этот работал нормально, он ничего нигде не выключалось. И получается, вот, 44 киловатт часа произвел вот это поле, которое на трекере, это которое на крыше. 4 киловатта, если кто-то первый раз зашел на мой канал, вот, то это поле 4 киловатта, это поле тоже 4 киловатта. Произвело вот такое вот смешное количество энергии за декабрь месяц. Ну, вообще, можно сказать ни о чем. Это даже, ну, получается сколько? 80, да, всего 80 киловатт часов. Сейчас мы, кстати, тоже обнулим. Так, как тут оно? Все, что ли? А, да, все, обнулилось. 0, 0, по нулях. Теперь это обнуливаем. Все. Все, все вот метры обнулились. Будем теперь смотреть, что у нас тут будет за январь месяц. Ну, я думаю, что может в январе уже будет лучше. О, ну, вот как-то так. Получается даже, что вот я думал, что я еще поставлю 4 киловатта солнечных панелей, и у меня вот эта вот выработка по солнечному полю перекроет потребление теплового насоса. То есть, теоретически, можно будет от солнечных панелей в любой месяц запитать тепловой насос. Ну, естественно, через инвертор. Вот, и это будет как бы свое отопление полностью альтернативное. Но мы видим, что даже вот при 8 киловаттах не хватает, чтобы запитывать тепловой насос. Ну, если, правда, у меня инвертор стоял на солнечные панели, то, может быть, было бы больше. Инвертор как бы вытягивает энергию по максимуму. Там МППТ, вот это все. Было бы, я думаю, больше 100 киловатт-часов. Но было бы ли столько, как потребил тепловой насос, я не знаю. Я сомневаюсь в этом. Ну, вот. Мы увидели, какая альтернатива в декабре. Вот, если так еще раз пройтись по всей альтернативе моей, то практически, получается, работал только тепловой насос в этом месяце. Солнечная альтернатива. Ветряк у меня вообще стоит на ремонте, как вы уже знаете. А солнечная альтернатива была только 3 дня. 3 дня работал коллектор. Ну, и 3 дня работала более-менее солнечные панели. Все остальное время, ну, практически. Там один мне тоже писали. Вот, что, зачем такая солнечная альтернатива, если она так мало экономит, то есть, столько денег вложено, а такая мизерная выработка. Даже можно ее практически сказать, что ее и нет. Ну, я вам так скажу. Кто сомневается там в окупаемости, или опять такой вопрос поднимается, что я считаю, что каждая альтернатива для своего времени. То есть, вот сейчас время теплового насоса. Вот это декабрь, январь, это время теплового насоса. Даже февраль, наверное, какая-то часть. То есть, работает в основном вот такая вот альтернатива. Ну, и ветряк еще бы работал. То есть, ну, ветер, он как бы есть зимой. Вот в моем даже регионе летом и вообще нет вот этого ветра. Там он, в принципе, и не нужен, этот ветряк, вообще летом. А зимой, да, зимой ветер немного есть, и можно было бы с ветрячка что-то поиметь какой-то энергии. Но в основном работает сейчас тепловой насос. Солнечная альтернатива рулила в сентябрь, все лето, в сентябрь, октябрь, даже полноября солнце, можно сказать, рулило. То есть, у меня тепловой насос стал работать нормально, так мощно, на полную мощность свою, где-то аж с середины ноября. И будет он работать опять, пока не начнет рулить солнечная альтернатива. Опять коллектор и панели не возьмут на себя максимум выработки. Это будет примерно в марте месяце. Я уверен, даже уже, наверное, с самого начала марта, ну, что там обычно дни солнечные, уже и день побольше. Вот, и вот эти 8 кВт панели и коллектор. То есть, я уже в марте месяце, ну, там, не говоря даже апреля и мая, уже тепловой насос буду включать разве что только ночью. Это по ночному тарифу, тем более. Ночью по ночному тарифу это там вообще будут выходить копейки, даже если электроэнергия подорожает. Вот, так что сейчас вот время теплового насоса, ветряка тоже он что-то даст. Ну, конечно, не в тех масштабах, что мне надо, потому что у меня альтернатива вся заточена на нагрев, отопление, ГВС, все такое. Поэтому, ну, ветряк, это какой надо иметь ветряк, чтобы вот это вот все перекрывать. Вот, так, для зарядки аккумуляторов, пока что меня это не интересует, ветрячки, для таких вот нужд. Вот, поэтому ветряк он как бы не перекрывает. Это надо очень большой ветряк. Да, вот как-то так оно получается. А получается, что солнечная альтернатива не рулит только ноябрь, даже меньше ноября, вот если посмотреть в этом месяце, декабрь, январь, может быть, даже и февраль. О, все остальное время солнце рулит. Это почти вся осень, вся весна, однозначно вся весна, только сама зима, вот надо перетопить тепловым насосом, потом, то есть, еще раз, каждая альтернатива нужна, всякая нужна, и для всякой альтернативы просто свое время. В свое время, в своя же альтернатива, она по максимуму дает, и можно ее использовать. Сейчас просто время теплового насоса. Сейчас он работает по максимуму, ну, он, в принципе, всегда может работать, просто он ест эту электроэнергию, поэтому хорошо иметь и другую альтернативу. Придет время и солнечной альтернативе, она тоже будет громадные деньги экономить. Вот, и я же говорю, это просто надо подождать. Придет время ее. Вот, как-то так оно получается. Вот, что кому непонятно, кто первый раз зашел на мой канал, там смотрите, у меня плейлисты есть по всей альтернативе. Вот, там, заходите, смотрите по солнечной электростанции без инвертора и аккумуляторов, именно, как я уже сказал, для отопления всего такого. Плейлист есть по тепловому насосу, есть плейлист, как оно работает, как это сделать самому. Вот, по ветряку, по энергосбережению у меня есть плейлист, по коллектору солнечному для отопления, типа вспомогательного отопления, для экономии основного отопления. Тоже есть плейлист, все там есть. Вот, хочу еще отдельно сказать спасибо моим зрителям. Я вам очень благодарен за такие хорошие комментарии, которые вы пишете, там, ну, такого плана, что мои видео, там, многие пишут, мотивируют, и люди вот так вот, как бы, набираются решительности сами делать тоже тепловые насосы, собирать сами, видя мой пример, так сказать, собирают такие тоже солнечные электростанции, без инвертора аккумуляторов, это такой эконом вариант, вот, для именно ГВС, там, отопления, теплых полов электрических, и такие есть тоже люди, тоже мне писали. Вот это вот для меня самый лучший такой мотив, ободрение такое, что я на правильном пути, и что мой труд, он, как бы, не зря, вот, не даром, и люди повторяют эти конструкции, хотя у всех они по-своему разные, там, принцип, ну, принцип, вот такой вот принцип у меня, да, необычный принцип, необычный такой способ использования солнечной электростанции, именно на обогрев ГВС, без всяких вот этих вот инверторов дорогущих, аккумуляторов дорогущих, которые тоже надо регулярно менять, вот, и некоторым людям вот такой вот способ нравится, и, вот, они мне тоже, вот, такие вот пишут комментарии, вот, они меня ободряют, вот, за это вам спасибо. Пишите и дальше, кто, может быть, сделал, кого я, как говорил один зритель, сподвиг на сборку своего теплового насоса, тоже пишите, кто думает этим заняться, или решился этим заняться, или уже это сделал, и уже греется, кстати, таких тоже у меня, зрителей очень много, и они тоже пишут это, что сделали это, вот, смотря на мои видео, на мой пример, вот, что, оказывается, там ничего такого сложного нет, и незачем переплачивать такие огромные деньги, как, например, на заводской тепловой насос, вот, я очень рад таким комментариям, и другим, кстати, тоже зрителям, которые читают комментарии, они тоже их читают, вот, это тоже будет ободрением таким, что вывод тоже я сделал, другой человек сделал, тоже он написал, он этот комментарий, что я тоже вот сделал, что работает, все прекрасно, я рад, и это очень будет хорошее для новых зрителей, которые только пришли на канал, будет таким огромным ободрением, стимулом, вот, такие вот дела свершать, для себя очень полезные, экономить такие деньги. Вот, еще одной проблеме, то, что комментарии, ну, некоторые, ну, как некоторые, какой-то процент, я не знаю, но достаточно много, я вроде вижу, удаляется, удаляется Ютубом, это не моя вина, я там никакие фильтры не включал, я вообще их все фильтры подключал, то есть, все комментарии должны отображаться, все писаться, но, опять же, я пишу эти жалобы постоянно в Ютуб, чтобы они разобрались, но вот сейчас пока что вот так вот получается, еще пока что не разобрались, то есть, я вижу в творческой студии, что человек вроде написал комментарий, но если открыть, попытаться, он не открывается, на него тыкаешь пальцем, он просто не открывается, ну, что, и там возникает внизу надпись, что этот комментарий больше не доступен, хотя я его могу прочитать, но только там две строчки первые, если он более длинный, я все остальное не могу прочитать, только первые две строчки, то есть, его надо открыть, чтобы полностью прочитать, а открыть его невозможно, Но я и так вижу от постоянных зрителей эти комментарии, они нормальные, без всяких там матюков, всяких глупостей, вот, слов каких-то, ну, если может быть какие-то советы, вот такие, чтобы пропускала эти комментарии, ну, старайтесь не писать какие-то цифры, ссылки на сторонние ресурсы какие-то тоже не оставлять, он их тоже Ютуб не пропускает. Какие-то цифры, бывают какие-то там забаненные слова, я не знаю, их там целый список, вот это старайтесь не употреблять, не использовать в своих комментариях, если один раз там не пропустили, пишите еще раз там по другим видео, третьим, четвертым, оно все равно пропустит, вот такую вот настойчивость проявляйте, особенно, ну, для новых зрителей, не отчаивайтесь, и когда этот комментарий все равно пропустится, вот, по-другому как-то перефразировать, я его не знаю, ну, там, как-то по-другому сформулировать, вот, как-то так, ну, такая вот есть проблема, не знаю, что с этим делать, надеемся, что, ну, это не у меня только на канале, это у многих ютуберов, блогеров, альтернативщиков, такая вот проблема, будем надеяться, что Ютуб это исправит, и все наладится, ладненько, что кому непонятно, пишите в комментариях, я всем отвечаю, звоните, если что непонятно, там, вообще, ну, сначала пересмотрите все остальные видео, по интересующиеся вам темы, там, тепловым насос или солнечные электростанции, я уверен, что там будут ответы на эти ваши вопросы, ну, если что-то там останется, то уже звоните, пишите, всем отвечу, ну, все, всем пока, до следующих новых видео!